Ребятки, мы продолжаем двигаться дальше. Следующий поединок, который нас ожидает, тоже весьма себе такой неожиданно оригинальный. На ринг выходит профессор хардкора Александр Набиев. Вы знаете, человек, который, ну, вы знаете, наверное, в этом брестлере. Маньяк, настоящий хардкорный маньячила, который является одним из отцов такого явления, как ультравайленс рестлинг в России. Но с недавних пор Александр Набиев решил все-таки бросить себе новый вызов. Как и любой рестлер, который занимается какими-то жесткими боями, рано или поздно он приходит к мысли, а что дальше? Потому что, ну, вечно рубиться в ультравайленс нельзя. Это вещь такая, которая сводит здоровье очень быстро на нет. Вспомним, не знаю, там, Ника Монда, который закончил карьеру в 23 года. Набиев этого не хочет. Он все-таки хочет раскрыться так же и как рестлер классического стиля, ну, как минимум без оружия. Он может быть броулером. Броулинг-стиль подразумевает жесткий стиль ведения боя, без особых технических навыков, но и без применения каких-то полюче-режущих предметов. Оставим это, друзья, до мейн-ивента сегодняшнего выпуска. И вот его оппонент Владимир Кулаков. Как раз-таки человек, который показал, что он может быть, как говорится, и жнец, и шлец, и надуде, и грец. Владимир Кулаков. Хардкорный, последний хардкорный чемпион НФР. И плюс человек, который заработал огромное количество титулов в других дисциплинах и доказал, что хардкорщик может быть и легендой просто технического рестлинга. Поэтому сейчас для Набиева испытание такое удар от Кулакова. Ох, да, Набиеву предстоит очень серьезное испытание, потому что это бой без оружия. И Кулаков за эти годы научился, да, последний викинг научился использовать каждый свой удар как оружие. Сможет ли это сделать Набиев, мы сейчас узнаем. Но то, что Александр пошел по вот этому пути, это очень круто, друзья. Вот я считаю, многие могут сказать, а, ну как же так, где хардкор, где пилы, где ножи. Нифига. Даля Набиева, это вызов. Новый вызов его карьере. И это, и то, что он пошел против Кулакова сейчас, это очень классно. Не знаю, чем закончится для него бой, потому что пока Кулаков, видите, в борцовской технике, конечно, ведет, а он в этом деле шарит, ну, дай бог. Потому что Кулаков хорош и в хардкоре, и в обычных матчах. Вы это знаете не хуже меня. Настоящий мастер техничного боя. Опа, все, вот в борьбе перебел. Но, вот, Набиев набрасывает ногу на канаты. Но Кулаков здесь, да, не собирается никаких дальничений проводить. Европейский апперкот. Жесткий апперкот. Элбоу. Прямо в грудину. Ну, вы знаете. Да, Набиев пошел в контратаку. Удар. Еще удар. Серия прямо-прямо в дыхалку Кулакову. И забирается на второй конец. Кстати, обратите внимание, да, Набиев всегда выступает басым, даже когда он участвует в ультра жестоких матчах с битым стеклом. Ой, какой удар. Клеймер кик от Кулакова. Да, я хотел сказать, когда Набиев даже выступает, вот, он басой выступает даже в ультра жестоких матчах. И были случаи, когда там это приводило к очень печальным последствиям. Почитайте, кстати, друзья, Спотфест. Третий выпуск. Первое в России рестлинг издание на русском языке. Там есть большой интервью, кстати, с Набиевым, насколько я помню. Обязательно купите, если есть в продаже. Дробкик от Кулакова. По-моему, да, не в лицо, пошел куда-то вскользь. Но, тем не менее, удар очень мощный. Набиев лежит на ринге. Владимир Кулаков лезет на третий канат для своего коронного молота боков. Но Набиев встает. Кулаков промахивается. Там, понятно, был прыжок в пустую. И лариат от Набиева. Еще один лариат. И ударом колена Набиев и бросает легенду рестлинга Владимира Кулакова за ринг. Кулаков, ну, ребята, чтобы вы знали, да, если кто-то смотрит первый раз. Владимир Кулаков выступает практически с самого начала существования НФР. Пришел в федерацию он в марте месяце 2003 года, чтобы вы понимали. И с тех пор он непрерывно связан с рестлингом. И вырос из небольшого такого паренька, настоящего монстра рестлинга. Ну, это просто реально, да, Кулаков это мастер международного уровня. И вот этого мастера международного уровня сейчас вот Набиев бьет хэдбатом в голову. Ну, до этого был удар оба прона ринга. Да, Кулаков может потеряться от некоторых ударов, но хватит ли у Набиева мастерства в технике его заломать? У меня есть некоторые сомнения на этот счет, на данном этапе. Потому что Александр, ну, парень молодой и совсем недавно начал пробовать работать вот в таком вот стиле рестлинга. Без оружия, без ничего. О, плюс Кулаков-технарь, Набиев все-таки, да, это броулер. Больше. Но тем не менее, вот мы смотрим повтор. Лориат еще мощный. И вот дроп-кик этот вот прямо в голову. Стрела бога. Скуп-свэм от Набиева. Так, Кулаков пытается встать. Набиев сейчас ведет. Чоп по спине. Чоп в грудную клетку. Удар коленом. Прямо в голову. Да, Набиев сегодня... Лэгдроп. Набиев сегодня не проводит ультравайлендс бой. Но хардкорный бой, жестокий рестлинг нас ожидает впереди. Никитин против Алексея Хитрых. Но это будет позже. А пока следим за поединком Кулакова и Александра Набиева. Так, профессор хардкора. Что же он сделает дальше? Ну, сейчас профессор хардкора без хардкорного оружия. Опа! Взвышали звук? Отличная подача. Прямо хорошо подал, зарешал с локтя. И... Ай-яй-яй! Попал на обратный удар. Смотрим... Да, смотрим повтор этого момента. На обратный удар с прыжка Кулакова. Навстречку поймал его Владимир. Не с полной амплитудой был нанесен удар, конечно, но этого хватило, чтобы снести Набиева с ног. Ой-ой-ой-ой! Это жестко! Набиев пытался подняться. Да, вы видели, держался за канат. И Кулаков не позволил ему это сделать. Это сейчас похоже больше, знаете, не столько на бой, сколько на наказание. Набиев! Набиев! Да, наказание от Владимира Кулакова, где он учит... Ну, наверное, так оно и есть. Кулаков, наверное, себя так и чувствует в этом плане, когда старшаки учат молодняк... Кулаков, который будет учить молодых пацанов, которые придут тренироваться в школы рестлинга, которые будут выходить на ринг. Это, друзья, если вы приходите в рестлинг, вы должны быть готовы к тому, что такое произойдет. Что, а, да, вот, когда парень вот такой, который смеет, у которого есть больше опыта, он может вот так вот вас разнести на ринге, но это не для избияния или унижения. Это для того, чтобы вы стали сильнее. Да, как известно, все, что нас не убивает, нас делает сильнее. Серию Чопов чудовищных кулаков проводит Набиеву. Что теперь будет делать дальше Кулаков? Ну, здесь у него есть коронный прием. Молот Богов, его коронный прыжок с третьего каната, который мы уже видели, и Кулаков провел его неудачно. И Белли-ту-Белли. Белли-ту-Белли слэм от Набиева. Стомп ногой к животу от Набиева. Еще один. Масой ногой, я повторюсь. Это был вот типа мяченок у драйвера. Но Александр Набиев, он из Нижнего Новгорода. Можно сказать, что это Нижний... Да, Нижний Новгорода. ННН-драйвер. Почему бы и нет? Ну, или Алабама слэм. Ну, в принципе, то же самое. Нижний Новгород слэм. Как вариант, почему бы и нет? Ой-ой-ой. Так, и удар удержания. Один-два. И здесь Кулаков оба на болевой берет на руку, на замок зажимает Набиева. И Набиев сдается, сдается. Все, все, все. На замок, но Кулаков не хочет его отпускать. Все, 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 Вова, хорош. Ну, все, отпускай. Ай-яй-яй. Что-то Кулаков прямо это, потерял самообладание. Недопустимо это, я считаю. Для рестлера с таким опытом вот так выйти из себя. А что происходит, а? Ой-ой-ой. Ну, это какое-то верхнее уважение. Мог бы как-то респект на Набиеву оказать, я считаю. Потому что парень боролся... Блин, ну, ребят, ну... Вова, это было нехорошо.